Пока собираетесь с вопросами, может быть, Игнатий Тихонович что-то нам скажет сейчас? Нет, еще не скажу я. Высокая книга, Игнатий Тихонович, очень высокая. Да. Глубокая. Благодарю. И в этом смысле непростая для понимания. Ну что, никого нету? Братья, ну что же вы? Неужели у вас нет вопросов, не накопилось никаких? Смелее. Включайте микрофоны. Миша, Игнатий Тихонович, можно вопрос? Ну не по занятию. Ну так мы для того и собрались, чтобы занятие и вопросы. Ах, ну я не по занятию. У нас вот в храме батюшка, ну где-то полгода. И, значит, женщины, которые там в церковной лавке, вот они организовали группу в отцах. Значит, пишут, ну я тоже там пою уже в храме, вот для слушателей церкви, значит, собрать деньги, вот воскресенье, праздновать день рождения. Ну там, я даже не знаю, кому именно там имя назвали. Я вот хотела спросить, вот это праздник, день рождения, это по-христиански? Как это? Ничего тут христианского нету. День смерти лучше дня рождения. И христиан знает это. Зачем вам нужно это? А то они не знают, зачем заняться. А если бы была открыта Святая Библия, то все остальное сгинуло бы. Да. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Игнат Тихонович, у вас что-то, какой-то свет сияет, это изображение от этого плохо. Это имеется в виду солнечный зайчик в камеру. А вот так вот. Да это у меня в видео аппарат, свет не выключен никак. А, ну ничего страшного, потерпим тогда, ничего страшного, зато слышно будет. Вот, Игнат Тихонович, раз никто не задает вопросы, я сегодня утренний вопрос сейчас вам зачитаю. У нас в чате бурное обсуждение было. Сестра Девора пишет. Мир вам всем, братья. Слушаю книгу Иова, и вот слова Иова, 4 глава, с 13 по 16. Среди размышлений о ночных видениях, как сонно ходят на людей, Объявил меня ужас, и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, ибом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. А вот сестра спрашивает, вопрос, что это за тихое веяние? Это внутри человека, предполагаю, на душе должно быть тихое, или что это? Кроме написанного, ничего не можем сказать. И зачем туда входить? Для спасения нам этой разницы нет никакой. Если бы книги его не было, мы бы ничего не потеряли. Мы не знаем даже автора этой книги. В каком веке это было написано, кто автор ее. А мы будем теперь, он говорит, не знаю. А мы знать ничего не знаем, мы говорим, а я буду толковать. Толковать нечего. Просчитал, и все. Как третья книга Ездры. Я интересовался толкованием. А когда у Лопухина прочитал, что это речь идет о прошедшем, ну и все. Я никогда не стал об этом даже думать. Достаточно нам евангельских откровений, апостолов. Вопрос снимается. Да, 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 Игнат Игоревич, благодарю. Просто сказали, нету толкования, а именно у Лопухина толкования нет. Кроме Лопухина ничего не надо. Разбери, 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 разбери. Так что? Забивайте, это, Михаил. Издать, убедитель. Да. Парактан и паколики пускаются одного тела хрестова? Ну, они опускают в чашу, у него такая, эту таблетку, в кровь. Вот когда читаем стихотворение Фета, о том, как спасена была кровь Христа, гус на костре. И он Христову кровь как-то возвратил для нас. Вот об этом мы говорим. И все из-за того, чтобы люди недостойные, вот как у нас вместе, подают в чаши. А ведь так не было. Отдельно подал Христос хлеб. По-нашему лаваш-лепешка. Переломили ее. А потом по кругу пошла одна чаша. Вот как надо делать-то. Ну, мы православные-то даже вопрос задавать не будем. У нас тоже не так, как было. А почему? Пятый век. Ян Златоуз говорит. Некоторые стали воровать тело Христова и кощунствовать колдуны. Да он и так может потренируется маленько, за щекой вынесет. Поэтому за пивка дается все, чтобы ничего не вынесли. Я считаю, это не ответ. Разве Христос не знал, что хотя бы одно слово сказать? Что надо вот так вот в чаши. Отдельно вина нету. А там он будет вынимать частицы, просфоры. На них на просфорах крест. Все это не по Евангелию. По Евангелию, как написано. Взял, преломил хлеб. Апостол Павел так же делал. Я просто говорю, как есть. Я принимаю так, как есть. Я православный. И поэтому смотреть, как у католиков там будет, а там уже совсем. Вот Ян Гуз говорит, Христову кровь он отстоял для них. Ну вот, имеет белая такая, как таблетка, они опускают ее в вино, и вот это дают. А священники отдельно причащаются от тела и крови. Все на этот вопрос. Аллилуйя. Ничего нету. Ну что есть? Ну что есть? Часть груза мы уже успели вчера ездили, отвезли. Нагрузили газель. Это в общей весе там около тонны, наверное. Морков, там все, что хороший урожай был, чтобы кому-то дать. Мы не продаем ничего. Ну и теперь у нас легче забирать. Тем более у нас тут живность такая есть. Вот аппаратуру. Видео все надо забирать. У меня большая аппаратура. Процессор отдельно. Голуби, голуби. Все, останутся? Останутся. Ну тут я уже назначил. Я назначил, показал, кто будет смотреть за ними. Ну, я только сегодня говорил, но душа беспокоит. Кого назначили, а он на уборке работает. Один день не дадут воды, и все, кончилось. Они же пшеницей питаются. Ну, молиться будем. А один раз он не досмотрел, оставлен это. Я говорю, ты каждый день мог пересчитать. Там 26 голубей. Ну, примерно, тут немного, там, минуты. Осталось пять только тогда. А залез колонок, как хорек-то. Он их душит, вытаскивает и там на ест. А он даже не смотрел. Ну, поставил капкан, поймал его. А я все могу сделать. Тут все дело любви. Любишь ты или нет. Я показал, как у меня кормушка сделана теперь. Как они питаются. Вода должна быть, чтобы в воду не залазили. А воды не будет. Самый переходной момент. Когда вода застывает и снега нет. Надо разобить из дома, произнести чайник с кипятком. Чтобы могли напиться. Это дело такое. А в городе там проще. Я оставил человек. Он там рядом живет, не работает. Пенсионер. Очень исполнительный. Как раз кормушку он и сделал так. Вот так. Я раньше выпускал на улицу их. И в разных местах становились шестами дети. И шестами на них тряпка крутили. Не давали садиться. Они высоко поднимаются. Разные породы. Очень высоко. И они там кувыркаются и все. А тут столько сов, столько ястребов. Выпустить невозможно. И поэтому они у меня не здесь, не там. Только то, что тут есть. Но тут большое. Вот так. Так, слушаю. Никого нет. Молиться будем, наверное. Вам слышно? Вы слышно? Назначайте, Игнатий Тихонович. Ну я назову сейчас. Как будет болиться? Назову сейчас. Приготовьтесь. Галина Соломатина здесь? Да, Игнатий Тихонович. Ну вы знаете, какой порядок. Братья там пропоют достойно, очевидно. И потом помолиться своими словами. И в конце обязательно прославьте Святую Троицу. Отца и Сына и Святого Духа. И громко скажите Аминь. И кто согласен, говорите Аминь. И тогда молитва делается вашей. С Богом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи, я благодарю Тебя. За сегодняшний день. За мирное небо над головой. За занятия, которые братья проводят. За наставника Игнатия Тихоновича. Господи, помоги нам, чтобы быть не только слушателями, но и исполнителями Слова Твоего. Тебе же, Господи, слава, хвала, честь и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за нашу и за молитву.